Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов. Сегодня мы сравниваем iPhone 12 mini против iPhone XR. Это доступные смартфоны в линейке iPhone. И наверное начну с автономности. Всем кажется, все думают, что iPhone 12 mini прям такой умирает в середине рабочего дня. На самом деле это не так. iPhone 12 mini и iPhone XR в моем случае живут примерно одинаково. Ну учитывая, что заряд батареи максимальный здесь у меня 87%, а здесь 96%. И при этом смартфоны по автономности работают одинаково. Оба смартфона имеют две сим-карты. Можно поставить сюда обычную сим-карту и подключить сюда электронную сим-карту. Но я думаю, что многим интересуют камеры. И давайте мы сразу начнем с фотографии, которые я сделал днем. И на этих кадрах мы видим, что отличия минимальные. 12 mini на всех кадрах немножко светлее, немножко контрастнее, но в такой солнечный день разницы почти нет. Ну и я говорил, что сейчас фотографии делают даже андроиды за 20 тысяч рублей днем очень хорошего качества. По селфи-камере, несмотря на то, что у iPhone XR всего 7 мегапикселей, фотографии получились хорошими на обоих смартфонах. Но вот у 12 mini есть более широкий угол охвата, чем у iPhone XR. А на этих примерах портретных фото на селфи-камеру мы видим, что оба смартфона сняли с ошибками. Куртку iPhone определили хорошо, а вот волосы и бороду с ошибками, такое фото никуда не годится. Эти фотографии в обычном режиме и оба iPhone размыли задний фон без портретного режима. А на остальных дневных фотографиях в отличную погоду кадры очень похожи. Конечно, 12 mini немножко светлее и у него ярче цвета. Ночью даже без использования ночного режима, я принудительно выключил эту функцию на 12 mini, разница уже чувствуется. 12 mini поинтереснее. Но как только включаем ночной режим на 12 mini, то показывается уже явное превосходство над iPhone XR. 12 mini существенно снимает лучше, даже против света кадры лучше без использования ночного режима. Сами кадры получаются ярче и детализированнее. Даже широкая камера на 12 mini оснащена ночным режимом и даже эта камера снимает ярче, чем основная у iPhone XR. Однако страдает детализация. В общем, в ночное время как раз таки проявляются все преимущества iPhone 12 mini. Ну а теперь давайте посмотрим, например, видео, которое я снял на эти смартфоны. Ну и начинаем запись мы в формате Full HD 60 кадров в секунду. Разница здесь будет не такой существенной, хотя мы уже сейчас видим, что 12 mini снимает небо голубым, а iPhone XR высвечивает. Давайте посмотрим стабилизацию. Ну здесь в принципе и XR было все-таки неплохо со стабилизацией, а вот 4K 60 кадров там уже будет все по-другому. Давайте переключимся на другую камеру. Снимаем мы сейчас в формате 4K 60 кадров, и здесь iPhone 12 mini не умеет переключаться во время съемки видео. То есть нужно остановить видео и записывать на широкую камеру. А приближаться, конечно же, могут оба смартфона до трехкратного, но реализация намного лучше сделана, конечно, у 12 mini, потому что есть переключатель. Снимаем мы видео сейчас в формате Full HD 60 кадров в секунду, хотя 12 mini умеет писать 4K 60 кадров в секунду. И у iPhone XR одной из таких слабых мест была именно передняя камера, во-первых, маленький угол охвата. Во-вторых, уже 7-мегапиксельная камера в 2021-2022 году, она уже сильно отстала от всех своих конкурентов. А 12 mini умеет писать 4K 60 кадров со стабилизацией. Ну и проверим, конечно, звук, потому что iPhone XR с iPhone XS, они были первыми, кто начали писать стереозвук. Посмотрим, что произошло за эти два года со стереозвуком. Ну и если по видео на переднюю камеру картинка очень похожа по охвату, то вот на фото у 12 mini имеется широкий охват, и камера может делать угол по шее. Ну, также, как и 11 iPhone XR этого не умеет. Но XR умеет делать портретные фотографии на переднюю камеру, чего не умели iPhone'ы до. Поэтому эти портретные фотографии имеют разные режимы, хотя, конечно, толку от них мало. Я в основном снимаю просто естественный свет, потому что все остальное выглядит крайне неестественным. Сейчас мы видим, что выжигает небо оба iPhone'а. То есть, ну, небо на самом деле должно быть синим, ну, вот таким вот. А все-таки оно показывается на дисплее белым. Сейчас я снимаю на 12 mini на широкую камеру, на XR я снимаю на основную камеру, потому что одна здесь камера. И вот если мы по видео не можем компенсировать широкую камеру на iPhone XR, то по фото можно компенсировать. Я только что сделал фотографию этого дерева в панорамном режиме на iPhone XR. И у нас получился вполне неплохой кадр. То есть, я вот так вот снизу взял и аккуратно провел, сделал такой панорамный снимок, и все дерево вошло в кадр. Поэтому в формате фото мы можем как-то заменить отсутствие широкой камеры на XR. Ну, а 12 mini, конечно, пишет ей на видео. И мы можем вот так вот классно переключаться и приблизиться до трехкратного зума. А это вот уже основная камера. В общем, переключение очень крутое, очень быстрое и плавное. 12 mini делает это просто на ура. Снимаем мы в формате Full HD 60 кадров уже ночью. Посмотрим на стабилизацию, как смартфоны отображают ночное время картину. Потому что все-таки ночной режим на iPhone'ах работает преимущественно на фотографиях. Посмотрим, какая разница между этими смартфонами при съемке ночью. Снимаем мы в формате Full HD 60 кадров. Уже ночь. Мы можем посмотреть на работу фонарей против света. Посмотрим, что там творится сзади. И как смартфоны держат стабилизацию, когда я просто хожу ночью. Как бы iPhone XR не считался устаревшим камерафоном, потому что у него всего одна камера и отсутствует ночной режим, на iPhone XR я сделал огромное количество фото. Очень много видео на этом канале я снял именно на iPhone XR. И iPhone XR отстает немножко от 12 mini. Но это все еще очень прикольный камерафон. Особенно дневные фотографии, плавность видео у него на самом деле очень хорошая. Ну и на iPhone XR 12 mini появились некоторые программные фишки. Например, у приложения есть обнаружение сцены и коррекция объекта. Обнаружение сцены это искусственный интеллект, который мы видим на Android смартфонах. У iPhone XR этих фишек камеры нет. Друзья, если вам нравятся подобные сравнения, подписывайтесь на наш канал, потому что мы еще готовим много таких разных сравнений. Ну и всеми этими алгоритмами фото и видео управляют, конечно же, процессоры, так называемые системы на чипе. Здесь у нас 7 нанометров, здесь у нас 5 нанометров, 4 гигабайта у 12 mini, 3 гигабайта у iPhone XR. И давайте мы сравним быстродействие. Давайте мы закроем сейчас все приложения и попробуем открыть какие-то обычные приложения, которые не слишком тяжелые. Давайте начнем мы с календаря. Здесь у нас все будет очень одинаково. Давайте откроем более тяжелые App Store. И да, чуть-чуть у нас быстрее 12 mini. И во всех сценариях будет 12 mini немножко быстрее. Ну и теперь про дисплей, потому что он у нас, конечно, разный. IPS против AMOLED. Многие считают, что у iPhone XR такой дисплей нехороший, потому что у него маленькое разрешение. В обычной жизни не чувствуется какого-то дискомфорта при использовании дисплея iPhone XR. Конечно, у 12 mini все ярче, это AMOLED с очень высоким разрешением, но изменилось потребление контента, и нам сейчас нужны большие дисплеи. Например, у нас на iPhone XR помещается просто больше информации. Давайте мы откроем, скажем, вот так вот режим, вот такой авиарежим. И вот мы видим, что по пунктам мы пришли, и на экране домой заканчивается iPhone 12 mini, а iPhone XR показывает еще три пункта. А если мы, скажем, зайдем, например, в уведомление, скажем, перевернем вот так смартфон, то у нас переворачивается iPhone XR. 12 mini этого не делает, он не переворачивается. Ну и по дизайну эти смартфоны тоже разные, потому что 12 mini у нас все-таки с очень маленькими рамками. Давайте мы поставим их рядышком. Но видно, что у iPhone XR очень большие рамки за это критиковали, когда у нас выходил iPhone XR за эти толстенькие рамки по краям. Но вот не ощущаешь этого всего. Единственное, что iPhone 12 mini, его очень удобно использовать. Его удобно расставать с кармана в джинс, по нему очень удобно разговаривать. Использовать его одной рукой очень легко и очень приятно. Но вначале он казался мне немножко игрушечным. И, честно говоря, я купил такой огромный такой чехол, чтобы он мне как-то вот казался более массивным. Потому что после больших смартфонов 12 mini казался мне каким-то игрушечным. Ну и по водозащите, по беспроводной зарядке, по стереодинамикам снизу и сверху. Это все имеется на этих двух смартфонах. Фактически изменения коснулись только дизайна, потому что у нас теперь такие обрубленные края. Ну и в целом у нас, конечно, все одинаково. То есть кнопки одинаковые, разъемы все одинаковые. Оба смартфона поддерживают две сим-карты. У них одинаковый вырез вот здесь. То есть смартфоны очень похожи, отличаются в основном по камере. Ну и, конечно, все-таки немножко быстродействие 12 mini, немножко лучше. Сейчас это не так сказывается, но через 2-3 года это быстродействие будет уже сказываться с появлением новых операционных систем. На iOS 15 смартфоны работают очень хорошо. Но все-таки, если вы покупаете один смартфон и у вас нет, скажем, планшета, то лучше, наверное, купить смартфон все-таки с большим дисплеем. На 12 mini не так комфортно смотреть, скажем, фильмы, листать ленту новостей и прочие действия. Мой выбор это iPhone 12 mini, потому что он мне очень нравится. Он классный, у него просто великолепный бомбический дизайн, вот с такими гранями. А iPhone XR это такая универсальная рабочая лошадка, который на самом деле очень прикольный. Многие считают его устаревшим, но очень зря, потому что это на самом деле очень крутое устройство. И на iOS 15 он работает очень хорошо. Просто вопрос цены и iPhone XR может быть универсальным устройством. iPhone 12 mini это не совсем универсальное устройство. Не нужно покупать его из-за экономии. То есть, если у вас прям график, когда вы работаете много в смартфоне, то дисплея 12 mini, возможно, вам не хватит. А по всем остальным параметрам эти смартфоны на самом деле очень похожи. Вообще сейчас iPhone из года в год становятся очень похожими друг на друга, потому что каких-то кардинальных изменений мы не видим. И вот все функции, которые появляются на этих смартфонах, появляются и здесь, и здесь. То есть, операционная система примерно одинаковая на всех iPhone. Мы просто выбираем из дизайна, из размера дисплея, из памяти и, конечно же, камеры. С каждым годом они становятся все лучше и лучше. Но если мы фотографируем днем, то какой-то существенной разницы мы не замечаем. Напишите ваше мнение про доступные iPhone, 12 mini и XR. Что выбрали бы вы, может вообще 11-й. Спасибо, что смотрели до этого места. Еще увидимся.